Свидетельство древних высоких технологий в Абу-Гараб, Египет. Привет, это Брайан Форстер и сегодня мы собираемся исследовать Абу-Гараб, который является сестринской территорией или, возможно, продолжением места, которое мы изучали в моем предыдущем видео, под названием Абу-Сир. На заднем плане вы можете наблюдать плато Гиза, так что на самом деле Абу-Гараб и Абу-Сир являются продолжением Гизы. Гиза намного больше, чем думает большинство людей, и включает в себя другие места, такие, как Абу-Раваш, а также Дашур, и другие места, где расположены оригинальные пирамиды. И снова вы видите Гизу на заднем плане. И вот мы проезжаем небольшое расстояние от Абу-Сира до Абу-Гараб. Эти места очень редко посещаются туристами, потому что большинство людей даже не подозревают об их существовании. Но именно поэтому наши туры особенны. И следующий будет в марте 2020 года. Так что, если вы заинтересованы в участии, пожалуйста, загляните на мой веб-сайт hiddeninkotours.com, и вы сможете увидеть наш полный маршрут. Итак, вот это место, Абу-Гараб. И в Абу-Сире мы видели множество примеров отверстий от колонкового бурения. Некоторые люди заявляют, что отверстия для колонкового бурения были сделаны в 20 веке, но это не так. И вы увидите очевидные примеры одного или двух отверстий для колонкового бурения в этом месте, в Абу-Гараб. И очевидно, что отверстия, которые мы здесь увидим, относятся к эпохе создания самих объектов. Здесь вы увидите чашу из песчаника. Мы увидим здесь еще такие примеры. Но исходная функция этих объектов остается совершенно неизвестной. Итак, то, к чему мы сейчас приближаемся, называется хатепом. И он сделан из травертина. И по мнению наших геологов, пять блоков, составляющих хатеп, настолько велики, что вряд ли они из карьеры в Египте. И они могли быть привезены сюда из карьера где-нибудь в Турции, что довольно далеко отсюда. Другие считают, что на самом деле это верхняя часть шахты, которая соединяется с системой туннелей, идущей до гизы. Итак, вот еще один пример колонкового бурения. И очевидно, отверстие было сделано во время создания самого хатепа. И вот еще одно отверстие. Так что представление о том, что это сделано в наше время, ошибочно. И предположительно, это единственный в своем роде, хотя, возможно, могут быть еще хатепы в других местах, но это точно единственный, который все еще более или менее не поврежден. И тот факт, что он до сих пор существует, несмотря на все разрушения в Древнем Египте, которые мы видим, это просто удивительно. Он все еще существует, и, к счастью, он был обнаружен и по сей день охраняется местными жителями. И вот еще один пример колонкового отверстия. И посмотрите, как он связан с углублением в камне. Это не было колонковое бурение в случайном месте, что, вероятно, мы наблюдали бы, если современные геологи брали пробы в 20 веке. А теперь мы подошли к серии объектов из травертина. Я думаю, вы бы назвали их чашами. Мы не знаем, в чем заключалась их первоначальная функция. Согласно общепринятым академическим представлениям, это были чаши для жертвенной крови быков. Но это неправда. Потому что, если бы это было так, эти отверстия были бы снизу, они почти наверху. Итак, вы можете увидеть интерьер, который они выстроили сейчас. Но они изначально были найдены не в таком расположении. Они были раскопаны в этом месте, а затем выстроены археологами. Возможно, Эмири был тем археологом. И их собирались в свое время перелести в Каирский музей. Но по какой-то причине они туда не добрались. Так что они все еще здесь, на этом самом месте. Таким образом, вы можете видеть, что в каждом из них есть идеальное просверленное отверстие. И при очень тщательном осмотре и измерении оказывается, что эти отверстия не идеально круглые, а овальные. Так что любопытно, каким типом дрели это было сделано. Не стандартное круглое сверло, а какое-то другое. Да, и травертин не особо твердый. Там по центру экрана виден спил. Итак, вот Джеймс из Панамы. Измеряет отверстие и обнаруживает, что оно на самом деле овальное. Итак, какие технологии использовались для того, чтобы это сделать? Мы все еще пытаемся это выяснить. Если вы посмотрите внимательно, вы можете увидеть следы проникновения сверла в отверстие. Увидеть очевидный круг или круги, оставленные сверлом. Итак, это было наше исследование Абу-Гараб. Мы снова вернемся в Египет, но уже в марте 2020 года. Если вы хотите присоединиться к нам, наш тур, я должен сказать, очень уникален тем, что вы можете посетить такие места, как Абу-Сир, Абу-Гараб, Абу-Раваш и некоторые другие, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. Вот я и возвращаюсь обратно. И по дороге мы проедем мимо Абу-Сир, который был темой моего предыдущего видео, снятого несколько дней назад. Итак, вы видите, что осталось от пирамид в Абу-Сире. То, что мы действительно видели, это множество свидетельств древней машинной обработки, а также катастрофические разрушения в Абу-Сире. И то же самое мы видим в Абу-Гараб. Итак, еще раз наблюдаем останки пирамид в Абу-Сире. Продолжение следует...